Добрую традицию совершать весной крестный поход продолжили прихожане на Ринмарской епархии. В дыне Великого Поста во главе с епископом Иаковом они отправились на городище древнего города Пустозерска. Предполагалось, что поход состоится 14 марта, однако оттепель не позволила паломникам выехать на Печору. Сегодня природа не подвела, на улице солнечно и безветренно. До Пустозерска добирались на треколах и снегоходах, флаг Ненецкого округа, иконы ярко выделялись на снежных просторах. После недолгих приготовлений епископ Иаков совершил молебен накануне праздника в честь Феодоровской иконы Божьей Матери, которая знаменует освобождение страны во времена Смуты. На всем протяжении пути видел, как Господь благоволит нам, как и каждый год, потому что уже не планы, уже не привязка к дате, а только о возможности. Господь сам расставил все на свои места, и в этот день, особенный день, в день, который великим постом именуется Мариным стоянием, воспоминание подвижницы, исшедшей из города за стены Иерусалима и проведшая 47 лет в пустыне, и мы в этот день отправились в бескрайние просторы, в эту безграничную, снежную, святую пустыню на место Пустозерска. Заложенный в 1499 году по велению царя Ивана Третьего город сыграл важную роль в освоении Крайнего Севера и Сибири. Отсюда шли торговые пути, научные экспедиции, отправлялись на изучение Печорского края и Марии Ледовитого океана, а миссионеры обращали в веру Христову, кочующих по бескрайним тундровым просторам немцев. Нынешний крестный поход на Пустозерское городище стал уже четвертым зимним походом в истории Наринмарской епархии.